поезд можно без сомнения отнести к одному из самых романтичных видов транспорта если рассматривать путешествие кому же сейчас набрала огромную популярность путешествие на так называемых ретро поездах посмотрите одно из моих видео про путешествие по карелии здесь в русский али можно прокатиться на фантастическом ретро поезде русский альском экспрессе ссылочку я прикрепляю в описании к данному видео а мы переходим к нашей теме какие же самые длинные или просто необычные железные дороги существуют в мире они пересекают множество различных ландшафтов пустыни леса и ледники в этот раз поговорим о поистине волшебном мире самых невероятных железных дорог которые проносятся над пропастями и другими природными зрелищами существуют так называемые рекордные железнодорожные маршруты со своими особенностями которые делают их самыми уникальными в мире начнем с тех что попроще знаете ли вы какая железная дорога была самой старой в мире и где она находилась речь идет о железнодорожном пути ливерпуль манчестер магистраль созданная в 1831 году для перевозки товаров в условиях полной промышленной революции вскоре была использована и для людей и до сих пор работает таким же образом с незачительными изменениями оригинального пути легендарный паровоз ракета отправился в свой первый путь расстилающийся на 56 километров со скоростью всего в 27 километров в час на данный момент он больше не на службе а посмотреть на него можно в великолепном национальном железнодорожном музее в городе йорке бернина экспресс согласно данным гугла этот знаменитый красный поезд по количеству запросов превосходит транссибирскую магистраль этот живописный маршрут длится четыре часа и проходит через самые красивые долины и горы альп между италии и швейцарией в некоторых местах бернина экспресс превышает высоту 2000 метров каждый год путешественники со всего мира планируют свой маршрут так чтобы сесть на маленький красный поезд и насладиться захватывающей поездкой идеально подходящий для любителей гор фотографии и для семей маршрут настолько красив что юнеско внесла его в список всемирного наследия особенность поезда в том что он панорамный окна здесь не просто во всю стену но и заходят на потолок маршрут пролегает через пятьдесят пять туннелей и 196 мостов если вы бы не отказались от путешествия на данном поезде поставьте этому видео лайк и поделитесь им с человеком которого взяли вы с собой в поездку следующий в нашем перечне поезд который прозвали пулей синкансен имел протяженность 515 километров был запущен в 1964 году к летним олимпийским играм 17 станций поезд пролетал за два с половиной часа но японская высокоскоростная сеть синкансен не остановилась на этом да она была первой в мире кто ввел этот стандарт но их цель состоит в том чтобы превзойти себя снова рекорд скорости для поездки на поезде был фактически завоеван прототипом серии синкансен r0 который работает благодаря магнитной левитации впервые испытанный в 2015 году он установил мировой рекорд 603 километров в час используется между городами токио и осака следующий в нашей десятке лучших железнодорожных маршрутов indian pacific это ветка метро протянулась через всю австралию на 4351 километр от сильная до индийского океана совершить эту поездку невероятный опыт так как поезда в индия-пасифик проходят по регионам чарующей красоты даже удивительная равнина на ларбор является одним из мест через которые проходит это железная дорога путь проходит и через столицу золотоискателей калгорли где за отдельную плату проводят полуторачасовую автобусную экскурсию интересная особенность что по дороге из сиднея в перд пусть проезжает одни города а из перта в сидней другие раньше здесь были места в так называемых красных вагонах но их убрали и остались вагоны только золотые и платиновые по названием которых несложно догадаться что цены на такое путешествие не из низких двигаемся дальше и следующий в нашем списке поезд достигающий самой большой высоты в мире отправляется он из шанхая китай в тибет лхасы весь путь займет у вас 51 час а протяженность всей железнодорожной ветки составляет 4373 километра и достигает она высоты в 5000 метров на борту поезда есть кислородные баллоны случае чрезвычайных ситуаций потому что эта поездка буквально захватывает дух путешествие по высокогорию может помочь акклиматизироваться высота же самого хаса 4200 метров далее отправляемся в сша эта страна в принципе имеет самую крупную железнодорожную сеть в мире протяженностью в 250 тысяч километров один из самых популярных маршрутов чикаго лос-анджелес поездка длится 65 часов и проходит через 40 остановок сами поезда компании armtruck осуществляющий данный маршрут использует своих интерьерах уклон в старину и даже бортпроводники своих униформах выглядят словно актеры старых фильмов голливуда атмосферный выходит не только сама поездка но и нахождение в таком поезде следующий железнодорожный путь на очереди заслуживающий внимание торонто ванкувер протяженностью в четыре тысячи четыреста шестьдесят шесть километров поездку осуществляет via rail и буквально знакомит путешественников с канадой на протяжении 66 остановок и 86 часов пути вы сможете увидеть не только заснеженные скалистые горы и канадские леса но и представителей канадской природы лосей оленей и даже медведей а промежуточные остановки в таких городах как виннипек соскатун и эдмонтон позволяют немного прикоснуться к многогранной канадской культуре и нин шанхай железная дорога соединяющая и нин важный административный узел северо-западного китая и шанхай самый крупный город страны по численности населения поезд проходит через весь китай позволяя пассажирам насладиться видами из окна и взглянуть на местные локации в частности поезд проезжает 7 провинций и 32 станции среди которых нилки цинхэ савен турфан урумчи шиншайн хами и находится в пути 56 часов и конечно наш перечень не может существовать без транссибирской магистрали самой длинной железной дороги протяженностью в 9288 километров она заединяет западную и восточную россию от москвы до владивостока пересекая сибирь поездка занимает неделю в течение которой поезд проезжает 87 городов вдоль семичасовых поясов из окна пассажиры могут полюбоваться разнообразием действительно уникальных пейзажей центральной россии урала сибири забайкалья и дальнего востока маршрут проходит через 16 крупных рек среди которых амур и самый длинный мост через него два с половиной километра но есть магистраль которая переплюнула нашу транссибирскую железная дорога соединяющая и у небольшой город на китая и мадрид столицу испанию ее протяженность 13 тысяч пятьдесят два километра создана она была совсем недавно в 2014 году поездка составляет 21 день и проходит через восемь государств китай казахстан россия беларусь польша германия франция испания маршрут прозвали новым шелковым путем так как именно по нему двигались караваны с товарами из азии в европу сотни лет назад друзья если вам понравилось данное видео не забудьте поставить ему лайк это помогает в развитии нашему каналу ну и конечно не забывайте подписываться если вы еще этого не сделали впереди у нас много всего интересного из мира международного образования путешествий и карьеры